Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Чего добились автоактивисты, знает Юлия Бабенышева. Роман в числе многих водителей, которые попали в ДТП из-за колеи. Машину молодого человека выбросило на ограждение. Авария произошла ночью, к счастью, никто не пострадал. Но вот авто теперь требует ремонта. Ущерб составил более 100 тысяч рублей. Еще и штраф выписали 5 тысяч за повреждение ограждения. Сами не смог выехать, мне потом вытолкали. Позвонил, конечно, сразу в дежурную часть, приехали, все оформили. Ну, сказали сразу, что ничего не надейся, сам виноват. Хотя я и не превышал, и у меня в машине есть регистратор, там, в принципе, видно, что скорость была небольшая. Ну, я все данные отнес, сказали, ничего это не значит, сам виноват. Очень, конечно, интересно. Доказать не можем, но вот так вот. Роман нашел поддержку среди автолюбителей города. Они объединились, чтобы обратить внимание властей на проблему колейности сургутских дорог. Сегодня в созданной в социальных сетях тематической группе более 200 человек. Создавали с целью найти тоже последовавших, потому что, несчастье, видя такое отношение со стороны ГИБДД, многие люди думают, что толку не будет. Вот это профиксировать, обращаться в суд. Люди просто молча собираются и уезжают, машину сами восстанавливают. Потому что, вот видите, я остановился, я как человек сознательный, скажем так, да, вызвал ГИБДД, все оформил, а в итоге что? В итоге у меня будет суд. В ГИБДД о проблеме колейности дорог, конечно, знают. Сами же ездят каждый день по тем же улицам, что и все сургутяне. Госавтоинспекторы регулярно проводят замеры дефектов. Производим замеры на перекрестке Нефтьюганское-Шоссе-Маяковское. Дефекты покрытия в виде колеи, рейка дорожной и лопаткой. Глубина колейности дефекта покрытия составляет 7 сантиметров, что недопустимо от требований ГОСТа 505-97-93. В требованиях к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог обозначены предельные размеры просадок и выбоин. Мы изучили документы и выяснили, что они не должны превышать по длине 15 сантиметров, по ширине 60 и 5 сантиметров по глубине. Подобных участков, помимо перекрестка Нефтьюганского-Шоссе и Маяковского, которые не соответствуют ГОСТу, в Сургуте предостаточно. Это отрезки улиц Крылова, Грибоедова, проспект Мира, магистрали 25-го микрорайона и так далее. Частично из наших указанных улиц было выполнено, там из указанных 24 участков было порядка 7 или 8 участков было выполнено. Вот это в летний строительный сезон. Остальное, я так понимаю, будет реализовано в строительный сезон этого года. В ДТУ и ГОСТ уверяют, что на сегодняшний день уже составлен предварительный перечень объектов, который планируют сделать в рамках летней ремонтной дорожной кампании. В их числе и несколько участков с колейностью. Их порядка 18 у нас, этих участков. Ну, если несколько назвать, это Республики, это Мира, это Гагарина. Весной мы будем обследовать еще раз, потому что, сами понимаете, что шипы мы все снимаем с вами в мае месяце, да, и увеличение колейности, в общем-то, это ожидаемо. В управлении считают, что основной причиной появления колейности в нашем городе и округе является, цитирую, стираемость поверхностного покрытия. То есть получается, что всему виной шипованная резина. Если на большой земле, по мнению экспертов, колеи образуются из-за фур, то в нашем северном регионе слишком уж долго водители ездят на зимних колесах. Впрочем, факт остается фактом. Колейность в городе есть, и значительная часть ДТП происходит из-за нее. Компания по ремонту дорог из-за погодных условий явно не начнется раньше мая. А меры по снижению количества аварий принимать нужно уже сегодня. В городе все-таки интенсивность движения и возможности побольше в установлении каких-то ограничений. Поэтому до, будем говорить так, ремонтного сезона весенне-летнего мы будем поддерживать эти все ограничения. Ну и, соответственно, уделять больше внимания именно простым контролям нарядами ДПС на этих участках дороги. Активные автомобилисты Сургута обратились в городскую ГИБДД с конкретными предложениями по уменьшению количества ДТП. Алексей Симонов, один из общественников, даже спроектировал отдельный участок. Проспект Мира он предлагает оборудовать знаками ограничения скорости и информационными счетами. Здесь вот я планирую 30 знаков. Установить после выезда из жилой зоны, а именно на втором столбе, установить конец ограничения максимальной скорости. Ту же меру надо проделать и в обратном направлении. И установить информационный счет, который будет виден всем участникам дорожного движения. Данный счет будет информировать о наличии колейности. Ну и, соответственно, водитель, увидев данный счет, будет принимать меры к снижению скорости, а, возможно, даже и откажется от перестроения, что приведет к положительной статистике по дорожному движению. Общественники надеются, что благодаря новым информационным счетам водители будут внимательнее. Если идею внедрят, возможно, кого-то это оградит от неприятных ситуаций на дороге и финансовых потерь. Если все-таки попали ДТП, обязательно надо, конечно, вызывать ГБДД, чтобы все зафиксировали, и обязательно требовать от них, чтобы указывали состояние проезжей части. Потому что, мол, ДТП отказались указывать. Сказали, мы, мол, делали уже эти все замеры, тебе надо будет, подойдешь, ознакомишься. Мы ничего делать не будем. Коллективное обращение в суд сургутские водители пока отложили. Вновь проанализировать ситуацию они решили после ремонтной кампании. Уже пострадавшие от колейности автомобилисты будут составлять индивидуальные иски на администрацию города. Автолюбители даже готовы оплатить независимую экспертизу дорожного покрытия. Возможно, первые судебные решения, которые будут приняты в пользу пострадавших водителей, подстегнут городскую власть, быстрее поставить точку в проблеме колейности городских магистралей. Юлия Бабенышева, Гамзат Магомедов, Сергей Колотов. Специально для телевизионного обзора новостей. На минувшей неделе нашим корреспондентам стало известно, что улица Крылова капитального ремонта в этом году не дождется. О том, что эту достаточно проблемную дорогу намерены реконструировать, говорилось еще в прошлом году. Был разработан даже проект. Определены деньги. Ремонтные работы городу обойдутся более чем в полмиллиарда рублей. Однако планы изменились, в том числе и из-за необходимости фактически в авральном режиме убирать с сургутских дорог колейность. Потому тратить деньги на одну улицу посчитали нецелесообразным. Впрочем, Крылова все же отремонтируют, но методом сплошного асфальтирования. В целом, работами по восстановлению дорожного полотна займутся традиционно в конце мая. В апреле, ожидают в администрации, определят подрядчиков. На все про все у дорожников, во всяком случае, пока немного. 355 миллионов рублей. Мы определили предварительный перечень на сегодня. И весной это все будет еще раз обследовано. Пока планируется выполнять, продолжить ремонт Югорского тракта. Вторую сторону. То есть мы в 2015 году выполнили сторону со стороны строящегося ДНК. В этом году мы планируем вторую сторону отремонтировать таким же способом. Это будет улица Студенческая. Это планируется улица Профсоюзов от Маяковского, 30 лет Победы. То есть уже перечень в языцах. Это Бажова, Студенческая. Финансовые проблемы мешают сдать в эксплуатацию комплекс, предназначенный для Сургутского ОМОНа. Соответственно, и переехать туда спецподразделение не может. Об этом заявил глава Сургутского ОМВД Александр Леохов. Он подчеркнул, что отряд мобильной особого назначения работает в Сургуте уже около года. Его сотрудники активно принимают участие в проведении спецопераций вместе с городскими полицейскими. Напомним о необходимости создания подразделения ОМОН в Сургуте. Активно начали говорить весной 2013 года. А уже весной 2014 года было принято принципиальное решение о его появлении в нашем городе. Спустя еще 12 месяцев отряд приступил к своей работе. Добавим, что изначально закончить строительство базы для силовиков обещали в первой половине 2015 года. То, что касается ввода в эксплуатации базы ОМОН, да, на сегодняшний день есть некие финансовые проблемы, но они постепенно решаются. Я думаю, все равно рано или поздно базу мы запустим и сотрудники уже начнут дислоцироваться непосредственно на ней. На сегодняшний день подразделение функционально, выполняет поставленные сдачи, соответственно, оно укомплектовано всем тем, чем положено. Милые кости. В Сургутском художественном музее проходит выставка трех косторезов. Минсалима Тимиргазеева, Сергея Лугинина и Ирины Вишняковой. География авторов экспозиции. Время пришло широкое. Тобольск, Салихард, Екатеринбург. 80 экспонатов, которые можно увидеть на уникальной для Сургута выставке, выполненной из бивня мамонта, рогов лося, костей оленя и быка. В фигурах прослеживаются этнические мотивы, есть работы философские, есть и те, что выполнены с юмором. За кулисами выставки побывала наш культурный обозреватель Екатерина Любешева. Минсалим Тимиргазеев – личность одиозная и эпатажная. Часто появляется на публике в этнических костюмах, не стесняется открыто высказывать свои мысли и делиться наполеоновскими планами. О том, что простого заводского рабочего из него не получится, стало понятно еще в его юности. Минсалим изначально работал на косторезной фабрике и в 1984 году его оттуда уволили как неперспективного художника. Это безумно красивый, мне кажется, факт его творческой жизни. С тех пор мастер андеграунда работал вопреки официальному искусству. В загромах художественного хранится коллекция того же Минсалима, которую он подарил музею ровно 20 лет назад. Собрание называется «Наслаждение» и повествует о взаимоотношениях мужчины и женщины. Настолько тесных, что некоторые экспонаты мы не можем показать даже с пометкой 16+. В стране советов эту выставку не поняли, зато в Европе она прошла с большим успехом. Все сборники, все его потом авторские книги, которые выходили, они без этой коллекции там как бы не печатаются, потому что она действительно была создана специально для музея. Это коллекция философской скульптуры, философского понимания мира, философского понимания, что же такое любовь, что такое жизнь, что такое смерть, что такое знание, что такое постижение, что такое творческие муки. Это правда уникальная коллекция. Сергей Лугинин вообще занимался сельским хозяйством и имеет ветеринарное образование. Тогда, живя в тундре, он занимался резьбой по дереву. Оно было фактически ближе. Любовь к животным прослеживается в его творчестве до сих пор. Сейчас в музее представлена самая первая костяная работа мастера «Белый мишка». Это любимый экспонат выставки у директора музея Светланы Кругловой. Там бесконечные белые медведи. То есть, если у Минсалима это все-таки традиции такой южной части Западной Сибири, то Сергей представитель, яркий представитель севера Западной Сибири. Два художника, которые уже не первый проект делают вместе. Два художника. И вот когда их творчество показываешь вместе, вместе тогда понимаешь, что такое Сибирь. На официальном открытии экспозиции присутствовали сами художники. Косторезы ахнули, когда увидели обрамление своих работ. На бархате и манекенах эксклюзивные женские украшения как будто ожили. Такого эффекта невозможно добиться в стеклянной витрине. А два ворона, творения двух мужчин, теперь стали привратниками у перехода в другой мир. Они охраняют вход на концептуальную выставку «Возвращение в ях». К этому нужно иметь расположенность. То есть, просто нужно, ну как вот, например, к кузнецам тоже не каждый же будет. То есть, это предрасположенность, это если нравится материал. То есть, просто нравится материал. Иногда же некоторые вот заходят к мою мастерскую и в обморок, потому что пахнет как в зубном кабинете. Мифология, душа, память предков. Всем этим прописаны резные кости. Одни погружают в философские раздумия, другие вызывают улыбку. Например, есть такие названия экспонатов, как «Нервы», «Прости, брат», «Жертва». Художники сами провели первую экскурсию для гостей. Здесь везде звери. Звери, которые присутствуют в Сибири. Волк. И это даже не портрет. Это такой, и даже не образ. Это такая же форма равновесия. Видите, это квадрат. Это равновесие. Равновесие, это может даже как коврик. Может быть, древняя форма земли, солнце. Где живут волки? Выставка пробудет в художественном музее до конца зимы. А в 2017-м творчество трех костерезов вернется в эти залы. Организаторы шепнули по секрету, что это будет выставка одного, но зато многоярусного и сложного экспоната, который можно будет разглядывать долго и с наслаждением. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Гамзат Магомедов. Специально для телевизионного обзора новостей. Выпуск завершит коммерческой информацией прогноз погоды на предстоящие 7 дней. Я, Ирина Плеско, прощаюсь с вами. Увидимся через неделю в это же время. Смотрите наши новости, и вы всегда будете в центре событий. До встречи на наших каналах. До 31 января держим старые цены на Алмак. В аптеках «Формадом», «Планета здоровья» и аптеках от «Склада». Фитоцентр Просковья предлагает сургутянам курс оздоровительных процедур и уникальные фитосборы от Просковьи-Лосевской. Процедуры в кедровых бочках активизируют функции нервной и сердечно-сосудистой систем. Приобретайте подарочные сертификаты на новогодние каникулы для своих родных и близких. Улица Республики, 78А. Звоните 24 24 14. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный «Изумруд», сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд», улица Энтузиастов, 6. Интернет от Метро Сити. Он всегда такой, как вам хочется. Получайте необходимую информацию. Общайтесь с друзьями. Смотрите видео. Отправляйте фото. Интернет просто работает. Подключайтесь на сайте Метро Сити. В магазине «Адам» новые поступления женской одежды. Нарядные платья, брюки, блузки, производство Турции и Москвы. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3, друг 2. Телефон 3763-77. Телерадиокомпания «Сургут Интерновости» представляет прогноз погоды в Сургуте и окрестностях на предстоящую неделю. С 25 по 31 января. В студии Алена Раковская. В шубке от салона «Меха и кожи» с оленей коллизионе. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Сипромстрой Югория». Компания «Сипромстрой» предлагает готовые квартиры в 38-м микрорайоне возле ТРЦ «Аура». Различные площади и планировки со свидетельством о регистрации. Квартиры от 1 миллиона 600 тысяч рублей. Пожалуй, самая низкая цена в городе. Дома очень теплые. Экономия в оплате жилищно-коммунальных услуг до 35%. ООСИП «Промстрой Югория». Отделы продаж 6190-6192. Приобье под влиянием высокого атмосферного давления. И в течение всей недели не пропустят в регион снеговые тучи циклонов. Выховаживание приземного слоя воздуха будет усиливаться. Но самые крепкие морозы ударят к концу периода. В начале недели переменная облачность, без осадков. В понедельник температура ночью минус 18, минус 23. Днем на 6 градусов выше. Во вторник ночью 18-23, ниже нуля. А днем минус 12, минус 17. В середине периода вероятность осадков небольшая. В среду ночная температура воздуха 19-24 мороза. После полудня на 5 градусов потеплеет. В четверг на столбиках термометров ночью минус 21-26. Днем минус 16, минус 21. Саламандр. Это стиль, качество, чувство уверенности. Успейте купить в салонах обуви Саламандр коллекцию «Весна-лето» по ценам 2015 года. В конце периода переменная облачность. Осадков не ожидается. В пятницу ночью 21-26, ниже нуля. Днем минус 16, минус 21. И выходные. В субботу-воскресенье к утру 22-27 мороза. А днем минус 17, минус 22. Как? Ну как? А вот так. Облегченные цены на японские подгузники и трусики. «Мэрис» только в «Карапузе» и только до 1 февраля. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Нужна недорогая, качественная и модная мебель? Фабрика «Комфорта» проводит акцию «Переоценка ценностей». Теперь наша продукция стала еще доступнее. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские. Из экологически чистых материалов по новейшим технологиям. Улица Киртбая, 19. Торговый центр «Магаз», 3-й этаж. Телефон 75-82-82. Фабрика «Комфорта» поздравляет своего 10-тысячного покупателя и благодарит за хороший выбор. А в январе первым 100 покупателям в новом году дополнительная скидка и подарки. Мода «Солени Коллизионе» для женщин. Мода «Солени Коллизионе» для мужчин. Модная в этом сезоне зимняя коллекция в салоне кожи и меха «Солени Коллизионе». «Солени Коллизионе» согреет вас в любую погоду. Я желаю вам солнечной погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова